София и Стефания, Есения и Валерия, а еще Роберт, Арсений и Демьян. Восемь мальчиков и девять девочек стали главными героями замечательного праздника, церемонии вручения свидетельств о рождении, а значит, обретения официального статуса гражданина Республики Беларусь. Очень было приятно, когда приехали его регистрировать, нам такое сказали. Очень здорово, что наш малыш рожден в День мира. Мы будем ему постоянно напоминать об этом, что у нас есть такой мальчик, который рожден в Международный День мира. Вместе с маленьким Робертом в Международный День мира в Бресте родился еще 21 малыш. Уже десятый год праздник для детей, которые появились на свет в этот день, проводят Белорусский фонд мира и представители православной церкви. Пожелания у всех разные, но суть одна, чтобы маленьким горожанам, спокойно спящим на родительских руках, никогда не пришлось воевать. Их задача – мир сохранять. Воспитание миротворцев. Вот начинать надо с рождения. И пока мы вот начали именно с тех деток, которые родились 21 сентября, Международный День мира. Рождение ребенка для нас в целом, оно важно, потому что, когда человек приходит в мир, каждый человек, он приносит в мир что-то свое, что-то новое. И этим новым он мир наполняет. Поэтому, конечно, такие мероприятия, они приятны для родителей и важны для нас, потому что кто-то уже имеет детей взрослых, кто-то имеет даже и внуков взрослых. Но помнить о том, что рождаются дети, о том, что мы должны быть участниками их жизни, мы должны всегда. Шары, конфеты и цветы – это все для мам. Главная изюминка праздника – красочные сертификаты. Через несколько лет они станут ярким напоминанием уже подросшим малышам, что дата их рождения очень символична. Один дедушка дошел до Берлина, он воевал за мир, а второй дедушка был в концлавере. Поэтому для нас в семье это актуально, тема мира. И мы надеемся, что наш сын – это будет нам дальнейшая память, чтобы не забывать те моменты, которые они пережили. И мы надеемся, что он вырастет, с какой мы такой профессией связаны с этим. И мы рады, рады в этот день были узнать, что у нас родился сын. Не остаются в стороне от праздника общественные и государственные организации города над Бугом. Приятные слава и подарки – это только часть их вклада в поддержку материнства и детства. Мы всегда стараемся участвовать во всех акциях, проводимых в городе. Мало того, я хочу сказать, что 14 октября Белорусская нотариальная палата будет проводить акцию, приуроченную в Дню матери, в рамках которой все многодетные мамочки, имеющие трех и более детей, смогут обратиться к любому нотариусу по вопросам совершения нотариального действия. Приходите, будем рады. С начала 2017 года в городе над Бугом родилось 2040 малышей. И пусть для каждого маленького человека не только его день рождения, но и все последующие станут днями любви, счастья и мира. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Лговкин, телекомпания Буг-ТВ.